В МРИЛ будет создана единая система управления транспортом. С этой целью учреждается специальное государственное предприятие, которое объединит функции контроля за работой общественного транспорта, вопросы безопасности и позволит дать объективную оценку качеству предоставляемых жителям региону услуг. Эту тему обсудили во вторник на заседании правительства Республики. Подробности в следующем материале. Действующая в Республике система общественного транспорта нуждается в комплексной модернизации. Как неоднократно подчеркивал руководитель региона, это существенно улучшит качество жизни. Ведь общественным транспортом ежедневно пользуются тысячи жителей Республики. Один из важных вопросов – строительство новых автовокзалов в районах МРИЛ. Причем решать этот вопрос надо в ближайшие годы. Что же до управления, то должен быть единый оператор, который использовал бы современные цифровые технологии. Только такой подход даст работе необходимую эффективность. Шла речь и об обновлении автопарка. Инициативу поддержать – это общее принципиальное решение. Дальше проработать по всем направлениям. Это штатное расписание. Это затратная часть, прежде всего, фонд заработной платы. Что получается с окупаемостью, какие затраты для республиканского бюджета. И как мы быстро придем к вопросу, это всех касается имена, имена имущества. И как быстро мы придем к вопросу о наведении порядка по маршрутам, прежде всего, в столице. Мы выстраиваем отношения с ВЭБом по теме обновления нашего парка. И прежде всего, троллейбусного парка. Потому что это дорогие машины. И уже несколько десятков лет ни одного нового троллейбуса в республику не было закуплено. Поэтому вот эту работу по взаимоотношениям с одним из ведущих банков где-то две ступени предполагаемой дорожной карты мы уже прошли. Тоже нужно на это обратить внимание. Сотрудничество с Национальным институтом развития, который, к тому же, обладает возможностями оказания существенной финансовой поддержки, очень выгодно для нашей республики. Современная единая система управления работой общественного транспорта не только упорядочит движение, но и сделает его комфортным и безопасным. Продолжение следует...